Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре аллерголог, врач высшей категории Одесской областной клинической больницы Ирина Гонта с темой «Актуальные вопросы аллергологии в Одесском регионе». Добрый день, господа журналисты, добрый день, все те, кто нас слышит. Сегодня действительно мы любим, когда нас приглашают журналисты, поговорить о тех вещах, которые для нас являются очень серьезными, болезненными иногда, и тем более, что, казалось бы, аллергия. Я понимаю, что в мире на сегодняшний день намного больше, более серьезных, вроде бы актуальных вопросов, но тем не менее, на сегодняшний день в развитых странах около 30% населения страдают аллергическими заболеваниями. И с каждым годом количество этих заболеваний, вернее, пациентов с этими заболеваниями растет, растет и растет. Самое главное, растут те тяжелые формы аллергических заболеваний, от которых пациенты становятся инвалидами и теряют качество жизни, а иногда, к сожалению, и все заканчивается более печально-летальным исходом. На сегодняшний день аллергические заболевания – это, наверное, бич современного общества, и понятно нам всем, что это практически расплата за нашу достаточно хорошую жизнь. Мы все любим вкусно поесть, подольше поспать, а мир таков, что предлагает нам все больше и больше испытаний. Поэтому это испытания различного рода пищей, окружающей средой, природными факторами. То есть организм человека, забыв о том, что такое контакт с внешней средой, в прямом смысле этого слова, это инфекция, переключился на то, с чем должен контактировать и контактирует человек каждый день. Поэтому закономерность развития аллергических процессов достаточно высокая. И, наверное, трудно себе представить, какими мы будем, какими будут наши дети через какое-то определенное количество лет. Я так себе представляю, что заложенность носа, вот этот такой французский прононс, который сейчас мы слышим у пациентов, которые страдают аллергическим ритмом, наверное, он будет практически у 90% населения. Кашель, наверное, будет тоже у большого количества процентов населения, будет являться нормой. Наверное, какой-то дискомфорт кожный мы будем, в общем-то, тоже прятать под какими-то современными косметическими средствами, потому что все то, с чем мы сейчас сталкиваемся, наверное, не оставит нас, нашу генетику, нетронутой. Поэтому сегодня я хотела бы поговорить о самых распространенных заболеваниях, которые на сегодняшний день, во-первых, снижают качество жизни наших пациентов, а иногда и становятся достаточно большой проблемой. Я хотела бы сказать, что Одесский регион в плане роста аллергических заболеваний ничем не отличается от мира. С одной стороны, это приятно, это значит, что мы достаточно развитое общество, у нас прекрасный город, мы многое можем, но это и говорит о том, что мы становимся заложниками этой ситуации. Поэтому в Одессе на сегодняшний день оказание помощи пациентам с аллергической патологией проводится в двух крупных центрах. Это городской аллергологический центр и областной аллергологический центр. Областной аллергологический центр располагается на поселке Котовского на базе областной клинической больницы. Это большой центр, который включает в себя не только аллергологические койки, консультативные кабинеты, но также и консультативные кабинеты врачей смежных специальностей, таких как лор-врачи, врачи-интенсивисты, гастроэнтерологи, врачи других специальностей, которые могут помогать нам в выявлении самых сложных аллергических патологий. Городской аллергологический центр располагается в городе, это одна из самых старых больниц. И хочу сказать, что аллергологическая служба в Одессе одна из самых таких именитых. Она признается в Украине. Мы все являемся членами Ассоциации аллергических заболеваний Украины. Мы часто выезжаем и контактируем прекрасно с нашими зарубежными коллегами, что позволяет нам, в принципе, достаточно хорошо пользоваться опытом зарубежных клинических исследований, опытом тех исследований и наработок, которые имеют наши зарубежные коллеги. Давайте пройдемся по тем патологиям, с которыми и вы, я думаю, в обычной жизни ваши знакомые сталкиваются достаточно часто. Самое грозное, самое серьезное заболевание, которого боятся все наши пациенты, это диагноз бронхиальная астма. Вы, наверное, все об этом знаете. Я все время, наоборот, акцентирую внимание моих пациентов сейчас, что если вам ставят диагноз бронхиальная астма, то значит вы любимчик Бога. На сегодняшний день это заболевание, которого бояться не нужно. Нужно просто понимать, как правильно жить. Но, к сожалению, такова действительность, что наши пациенты часто не получают помощи только из-за того, что опаздывают доктора с выставлением правильного диагноза. И с учетом той статистики, которую мы на сегодняшний день имеем, диагноз бронхиальная астма в Украине запаздывает для своей постановки, как для детей, так и для взрослых, примерно на 2-3 года. В принципе, в течение 2-3 лет человек уходит, имеет свои симптомы, диагнозы никто не выставляет. Нет диагноза, нет правильного лечения. Поэтому на сегодняшний день все наши силы сконцентрированы на том, чтобы помочь врачам общей практики, которые должны первыми выставлять этот диагноз, помочь с правильной постановкой этого диагноза. В этом плане на базе областной клинической больницы открыт специальный центр «Пульмис», где наши пациенты могут пройти бесплатно, я хочу прямо акцентировать ваше внимание, пройти бесплатно спирографическое исследование, и что поможет поставить правильный диагноз врачу семейной медицины. Хочется акцентировать еще такое внимание на том, что иногда жизнь пациента, который заболевает бронхиальной астмой, либо аллергическим ринитом, полинозом, пациенты очень часто акцентируют внимание именно на аллергении. И жизнь пациента очень часто превращается в поиск вот этого причинозначимого аллергена, часто этим самым нивелируя правильный подход к лечению заболеваний. Хочу сразу же оговориться о том, что, может быть, будет в помощь и моим коллегам, и семейным врачам, которые сейчас нас слушают, и многим журналистам, и многим пациентам, которые слушают, что бронхиальная астма – это генетически детерминированное заболевание, то есть оно передается генетически. И когда приходят наши пациенты к нам на прием, мы всегда спрашиваем, болел ли кто-нибудь из родственников бронхиальной астмы, либо другими аллергическими заболеваниями. Вы знаете, первый ответ – нет. Нет. Настолько общество боится еще. Пациенты боятся этого диагноза. Врачи боятся этого диагноза. Поэтому генетика в диагнозе аллергии, конечно, она в какой-то мере является определяющей. Поэтому мне задавали несколько вопросов по поводу детей. Что с детьми? Мы все время спрашиваем и акцентируем внимание для наших беременных женщин, которые имеют какие-то аллергические проблемы, ставим те акценты, первое, на том, кто в их семье был болен бронхиальной астмой. Имеет ли симптомы сама беременная пациентка? И обязательно курит ли пациентка? Потому что на одном из недавних форумов в Швейцарии, Всемирной ассоциации, аллергологической ассоциации, было донесено к докторам следующее данное исследование. В 30-летний опыт, 30-летние исследования, когда исследовались все беременные пациентки, отслеживались их дети, представьте себе, что вероятность заболеть бронхиальной астмой у ребенка, мать, которая во время беременности курила, повышается на 50% тех женщин, которые вынашивали детей, при этом не куря. То есть на сегодняшний день вот эти акценты для беременных женщин должны быть определяющими в плане выбора, бросать или не бросать курить. Хотя казалось бы, что этот вопрос уже должен был быть давно решен беременной женщине, еще до того, как она планирует беременность. Поэтому хочется призвать, во-первых, пациентов, когда у них появляются симптомы какого-либо затяжного кашля, каких-то неприятных ощущений в грудной клетке, а также если вы видите, что в вашей родословной есть ваши родственники, которые имели какие-либо проблемы с бронхиальными, с бронхами, либо с другими легочными заболеваниями, обязательно не ждать обращаться за медицинской помощью к врачам. Хочется обратить внимание своих коллег, которые сегодняшний день слушают нас. Если к вам существует такое мнение, все то, что вы слышите, хрипит, свистит во время выслушивания и не доказано обратное, то есть не доказано, рак легкого, туберкулез, воспаление легких, необходимо считать бронхиальной астмой. Именно это поможет нам достаточно пристально относиться к пациентам, которые приходят с банальной проблемой, проблемой кашля. Потому что никто не кашляет, это же как все просто, так все легко. Бабушка на скамеечке подсказала пропить такую-то травку, другая бабушка на рынке сказала, что можно попить еще что-то. И вот так вот этот пациент ходит от одной бабушки к другой, от соседки к другу, и этим самым задерживается постановка диагноза, то, о чем я уже говорила раньше. Перейдем к следующей достаточно серьезной проблеме. Это аллергические риниты. Когда мы были еще студентами, нам все время говорили, рассказывая наши профессора, что когда они приходили, водили в свой детский сад, то все дети обычно в детском саду приходят и начинают заболевать ринитами. Как расценивали эту ситуацию? Простыл. Ребенок только вышел в детский сад и уже простыл. Как говорят мамы, да, два дня в детском саду, неделю дома. Два дня в детском саду, неделю дома. Поэтому, когда ребенок начинает часто заболевать, то родителям, а также педиатрам следует обязательно задуматься. Возможно, это не простая банальная простуда, возможно, это заболевание, которое сопряжено с наличием у ребенка аллергии, и тогда этот ребенок будет иметь достаточно серьезное и часто распространенное заболевание, такое как аллергический ринит, которое сопровождается еще одним достаточно частым заболеванием – это полипы, что так говорят в народе у ребенка, полипы, то есть аденозными, аденоидными разрастаниями. И родители настолько привыкают к таким аденоидам, они посещают часто лор-врачей, убирают полипы, убирают аденоиды, что является одним из методов вроде бы лечения. Я хочу акцентировать внимание всех родителей, всех лор-врачей, врачей семейной практики и педиатров, о том, что если к вам часто приходят такие дети, у которых уже есть аденоидное разрастание, помните об этом, что первая причина аденоидных разрастаний – это, конечно же, аллергические процессы. Поэтому вот такие дети должны быть однозначны и очень быстро направлены к аллергологам, где будет проведено специальное, специфическое аллерготестирование, выявлены причинозначимые аллергены, и уже тогда в детском возрасте возможно можно будет предупредить развитие у таких детей бронхиальной астмы на перспективу, потому что те пациенты, которые имеют аллергический ренит, как правило, он появляется у них первым. А если проследить жизнь этого ребенка и расспросить у мамы, то, конечно же, первое, что скажет мама, что у ребенка в детстве был атопический дерматит. То есть вот эти красные щечки, когда пациенты приходят, да вот что съел ваш ребенок, ну он покушал там яблочко, морковочку, и тогда на щеках появляются вот эти яркие высыпания. Родители начинают сами по себе выбирать, что давать, что не давать, не обращаясь к педиатрам, не обращаясь к аллергологам, и тогда у ребенка формируется первый шаг так называемого атопического марша, когда развивается атопический дерматит, либо аллергический дерматит, затем аллергический ренит, а затем и бронхиальная астма. То есть это все звенья одной цепи. Поэтому если, опять же, обращаясь к родителям, педиатрам, если вы видите детей с такими аллергическими дерматитами в детстве, которые, приходя в детский сад, начинают часто болеть вроде бы ренитами, то есть простудами, как расценивают врачи и сами родители, пожалуйста, помните о том, что базой, причиной вот таких частых простуд, а также аденоидов являются, конечно, аллергические аллергены. Следующее заболевание, о котором поговорим, и то, что меня как аллерголога неимоверно на сегодняшний день волнует, безусловно, это лекарственная аллергия. Вот это украинское слово «безлот», которое у нас на сегодняшний день существует в фармацевтическом бизнесе, когда пациент может прийти в аптеку, купить абсолютно любое лекарство. По рекомендации фармацевта, опять же, соседки, опять же, друга, но ни в коем случае не врача, такого в других странах практически нет. Безусловно, именно это порождает огромное количество лекарственных аллергий, которые в своих 25-30% имеют для пациента чуть ли не фатальный результат. Поэтому на сегодняшний день мы видим, прежде всего, пути решения этого вопроса в обязательном внедрении в медицинскую практику так называемого рецептурного обращения в аптеке. То есть без рецептурного бланка пациент не может приобрести ни один из медицинских препаратов. Хочу обязательно акцентировать ваше внимание еще на одной проблеме – это латексная аллергия. Казалось бы, она очень специфична только для медицинских сработников, но тем не менее. Не забывайте о том, что на сегодняшний день латекс достаточно широко входит в нашу жизнь. Это и игрушки детские, и потом мы видим и латексные стоматиты, мы видим латексные контактные драматиты, это и латексная одежда, это презервативы. Поэтому это все те изделия медицинской практики, а также уже и бытовой практики, которые могут привести тоже к развитию пациента аллергии. Не забывайте, пожалуйста, журналисты освещают очень тоже серьезную тему, потому что в 2013 году в Одесской области даже был смертный случай, к сожалению. По этой причине это так называемая инсектная аллергия. Это аллергия на яды, ос, пчел и других насекомых. Необходимо сказать о том, что это один из видов аллергии, он очень похож на медикаментозную истинную аллергию. Если у пациента есть истинная аллергия к ядам, токсинам пчел, ос, каждый новый укус, аллергическая проблема будет нарастать. Необходимо сказать о том, что с возрастом активность аллергической проблемы, инсектной аллергии, она тоже усиливается. Еще что необходимо учитывать здесь, это то, как правило, что, как правило, случаи ужаления у пациентов бывают где? На природе, там, где человек, конечно, не имеет под рукой никакой возможности оказать себе какую-то помощь. Поэтому пациенты должны понимать, прежде всего, точно знать, что у них есть такие проблемы. Во-вторых, они должны быть обязательно осведомлены в том, какие возможности самопомощи прежде всего. На сегодняшний день могу вам сказать, что, к сожалению, в Украине нет так называемых специальных ручек-инжекторов, при помощи которых можно будет инъецировать препарат, который спасает жизни таким пациентам во всем мире. Но в этом году готовится уже четко регистрация этих ручек-инжекторов. В Украине мы надеемся, что, в принципе, это станет большим подспорьем тем пациентам, которые имеют тяжелую лекарственную аллергию, тяжелую инсектную аллергию и другие виды аллергии. Я хотела бы акцентировать внимание вас на пищевой аллергии, особенно сейчас, когда мы с вами видим огромное количество достаточно низкокачественных продуктов на рынке Украины. Пищевые аллергии, как правило, они могут быть, если это истинные аллергии, как правило, они сопровождают пациентов еще с детства. Но, тем не менее, на сегодняшний день это не только генетические факторы, но также причиной пищевой аллергии могут стать различные оборудования дисбактериоза. А что такое кишечный дисбактериоз? Это, как правило, неконтролированный прием антибиотика в анамнезе. И вы прекрасно проаннозируете даже свою жизнь, кто в этом году заходил в аптеку полечиться, потому что была какая-то простуда, и что вам давали. Как правило, это антибиотик, попейте антибиотик, все пройдет. Поэтому кишечная дисбактериоза, причина которой в основном неконтролируемая прием антибактериальных препаратов, неправильное питание, является в основном и причиной так называемых неистинных пищевых аллергий. В этом плане нашим пациентам уже может помочь зарегистрированы в этом году новые лекарственные препараты, которые могут снижать уровень гистамина в продуктах питания. Есть такие продукты питания, которые очень богаты гистамином, поэтому на сегодняшний день уже зарегистрированы препараты, которые могут снижать уровень гистамина в крови у таких пациентов. Хочется акцентировать внимание особенно родителей, которые достаточно необдуманно, порой даже неадекватно разрешают своим детям практически тот общий стол, разве что только не спиртное, наверное, за столом, и ребенок может пользоваться абсолютно всеми продуктами. Поэтому в этом плане, если у ребенка есть хоть маленький намек на какие-либо аллергические заболевания, либо какие-то симптомы других заболеваний, которые не разрешаются обычными привычными медикаментами, и врач-педиатр, и сами родители должны заподозрить наличие либо аллергии, либо псевдоаллергии, и обратиться за медицинской помощью к врачам-аллергологам. В нашем регионе достаточно высококлассные два тоже аллергологических детских центра. Это областной аллергологический детский центр на базе областной детской больницы, а также замечательное отделение пульмоаллергологии и кабинеты пульмонологов и аллергологов в детской больнице на даче Ковалевского. Мы прекрасно сотрудничаем с нашими детскими коллегами, с педиатрами-коллегами, и в принципе вот эти просьбы, вот эти все вещи, выкладки, на которых я акцентирую свое внимание, это их просьба передать вам эти нюансы. Если есть вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, телекомендую. Приведите, пожалуйста, какие статистические данные в процентном или количественном соотношении с какими регионами сейчас людей, больных и аллергиями, и как они распределяются, вот эти заболеваниями, которые выражены. Ну, на сегодняшний день можно сказать следующее. К сожалению, мы не можем похвастаться, очень высокими цифрами, высокими показателями. Этому есть свои достаточно серьезные причины, поэтому выявляемость у нас пока, ну, скажем так, желает лучшего. Но тем не менее, у нас на сегодняшний день основная структура следующая. Большая часть пациентов – это бронхиальная астма, аллергический линит, аллергический контактный дерматит и аллергические дерматиты. Аллергический линит сезонный и аллергический линит круглогодичный. Следующее распространение – где-то около 15% населения – это аллергический линит. Около, к сожалению, очень низкий показатель в Украине и в Одесской области, он, конечно, выше, чем украинский, но все украинские – это около 0,5% пациентов, зарегистрированных по бронхиальной астме. Я хочу сказать, что мировая статистика – сразу умножайте на 10. Это от 5 до 15. Поэтому мы где-то вот в этом районе от 5 до 15. Вот эти пациенты, которые не выходят в наши линейстры, причина – одна из тех, которых я вам сказала, что очень поздняя диагностика у наших пациентов. К сожалению, из-за того, что не было четких таких критериев для диагностики бронхиальной астмы. Длительное время в Украине вообще доктора не пользовались, к сожалению, такими методами диагностики, как спирометрия. Все то, что на сегодняшний день уже есть, и мы можем себе, в общем-то, не только позволить это делать, но это наша ежедневная практика, но самое главное, что в Одессе, Одесский регион отличает от других, то, что наличие у нас такого центра, как Пульмис, где каждый пациент может это сделать бесплатно. Где находится этот Пульмис, и в любое обследование там можно сделать бесплатно. Центр Пульмис находится на базе областной клинической больницы, это пульмонологическое отделение, исследование проводится бесплатно с 9 до 15. Все врачи поликлиник города знают об этом, у них есть специальное направление, поэтому любой пациент, которому необходим, он может прийти к своему доктору и обратиться за помощью. Выдадут направление, а если он не обращается, он может прямо обратиться на 6 этаж Пульмонологического отделения. Без направления участкового врача? Поп, сказав предварительно, что он идет обследовать свои легкие. А насколько я знаю, я не помню номера поликлиники, но она на Троицкой углу Решильевской, там тоже что-то есть, связанная с аллергологией. Безусловно. Значит, на Троицкой находится городской аллергологический центр, где тоже есть кабинет спирографии, где есть спирограф, где проводятся очень грамотно квалифицированные спирографические исследования. Я просто акцентирую внимание. Там тоже бесплатно? Я не могу вам этого сказать. Я точно знаю за Пульмис. Понятно. Насколько справедливая информация, что в мире число аллергенов уже идет на тысячи. Даже не сотни, а на тысячи. Безусловно, это правильно, потому что все то, что нас окружает, может стать для нас аллергеном. И как долго нужно проходить следующее, выявить конкретный аллерген или группу аллергенов? Видите, мы только что с вами говорили о том, что часто люди тратят на это жизнь. Нужно ли это? Прежде всего, врач определяет. И это очень просто можно выявить даже на сегодняшний день во время разговора с пациентом. Определяя сезонность или не сезонность, другая сторона этого вопроса, мир настолько идет вперед, что мы можем на сегодняшний день предложить нашим пациентам исследования, которые четко определят аллерген. Мало того, они определят активность, либо неактивность этого аллергена по отношению к пациенту. Есть так называемые мажорные и минорные аллергены. И поэтому на сегодняшний день часть наших лабораторий уже готовы делать такие анализы, и делают такие анализы. Это абсолютно мирового, скажем, уровня лаборатории. И мы очень часто пользуемся такими исследованиями. Это позволяет нам предложить, либо не предложить, отвергнуть у данного пациента возможность применять так называемые специфические аллерговакцины. Хорошо. Тогда с чем связано? Вот то, что Вы сказали, что по той же астме диагноз иногда запаздывает на годы. Это то, что человек не в свое время вручается к врачу, или квалификация врача не позволяет правильно отреагировать на его враче? В этой ситуации, знаете, это как хорошо быть богатым и счастливым. В этой ситуации и то, и другое. И достаточно позднее обращение к врачу, потому что наши пациенты могут ходить, кашлять, ого, сколько наличие бабушек, дедушек, которые говорят, что кашель-то не лечит. Точно так же отсутствие до определенного времени специальных так называемых протокольных исследований, в которые входила спирограмма. На сегодняшний день, я думаю, что большая часть медицины уже готова перейти к страховой, там, где будет агент, который четко определит протокол, выполнение протокола. Есть протокол, есть в выполнении, есть диагноз, как правило. И последнее. Насколько, по Вашему мнению, рациональный такой подход? Я просто знаю, что он очень распространен. То есть человек замечает определенную реакцию, скажем, кожную реакцию на что-то. И когда методом тыка, когда по свету, то он находит какой-то из антиэлектрических препаратов, например, цатрин или алерон, или что-то еще, что ему, в общем-то, снимает и какую-то мазь, ну, господи, сейчас забыл, как она называется. Это неважно. Значит, да, и почта на этом останавливается. То есть зачем ему проходить, считай, зачем ему проходить обследование, если ему достаточно день-два попринимать этот самый алерон, и использование тумази у него проходит за какое-то время, да? Сейчас вы нарисовали классический маршрут пациента для Украины. Вот это и становится той причиной, вот тех бед на перспективу, когда и диагноз бронхиальная астма выставляется через 2-3 года после активного начала, и диагноз атопический дерматит, аллергические экземы. Вот это и та бедовая ситуация, когда пациент может прийти и без рецепта взять аллерон, цитрин и все то, что вы перечислили. Поэтому на сегодняшний день для нас самое главное, чтобы пациент не мог прийти по назначению фармацевта либо соседке у парадной получить препарат, тем более это препараты не безобидные, это препараты серьезные, тем более препараты мазевые, а как правило они содержат в себе кортикостероиды, и потом мы получаем пациентов с длительным использованием кортикостероидов, уже с проблемами осложнений кожных на фоне длительного применения кортикостероидных мазей. Поэтому, к сожалению, вы сейчас красиво описали классический маршрут пациента. Против этого мы абсолютно будем бороться на сегодняшний день. И надеемся, что новое решение нашего нового министра как раз и будут, на сегодняшний день будут под корень, уберут эту ситуацию. В этом случае, к сожалению, у меня еще один такой вопрос. к вам, как вы оцениваете американский подход, и не станет ли он, по вашему мнению, основой для нашего нового министра, когда без рецепта в аптеке человек может взять какие-то легкие средства сердечного порядка и витамины. Все остальное только прицеп. Вы знаете, в этом нет ничего плохого, потому что, когда у вас есть семейный врач, который несет за вас ответственность и получает деньги за эту ответственность, вы прекрасно себя чувствуете, вы хорошо с ним контактируете, он знает все от того, когда вы родили ребенка, до того, когда ребенок начал ходить, кушать, разговаривать и так дальше. Поэтому для него не составит большой сложности спрогнозировать, какие болезни были у вас, какие болезни будут у ребенка, на что акцентировать ваше внимание. Я не вижу ничего плохого. Западный мир достаточно прагматичен, он не делает ни лишних шагов вперед и не останавливается сзади, так как мы. Одно плохо. Там один мизинт в врачу стоит 200 долларов. Вы знаете, если пациент работает и у него есть страховая карта, я думаю, что этот вопрос решается совершенно другим путем. И, наверное, не мы здесь сегодня, к сожалению, это будем решать. Но мне очень хотелось бы, чтобы наши пациенты получали достаточно квалифицированную помощь, помощь адекватную, своевременную. Но ни в коей мере эта помощь не должна быть такого образца, как это сегодня, когда полная аптека людей, полная аптека. Аптека распоряжается вам, а это вам то, вам то, вам то. Конечно же нет. Это не количество лекарственных препаратов. Огромное. Я часто контактирую с фармацевтами и читаю им лекции. И я вижу, настолько не хватает им знаний, насколько они подчас... Ну, это всего-навсего фармацевт, это не врач. Мало того, он не несет никакой ответственности. Спасибо. Елена Анатольевна, можно мне вопрос? Да, конечно. Насколько можно предотвратить аллергию? На самом деле, если питаться правильно, в порядке держать свой кишечник и жить на свежем воздухе. Ведь люди, которые живут на природе, они мало подвержены аллергиям, так как подвержены жители в загазованном городе. Это правда или не правда? Да, конечно. Мы уже с вами, когда мы только начинали наш разговор, мы сказали, что аллергические заболевания это определенная расплата за научно-технический прогресс. Да, на сегодняшний день некоторые практикуют дауншифтинг, это очень модно, вряд ли это избавит, скажем так, я все время говорю о том, что ген и его реализация это две большие разницы. Помните о том, что гены мы получили, реализация гена в виде болезни, это безусловно влияние нашей жизни, это влияние окружающей среды, это наша жизнедеятельность. Поэтому вряд ли можно будет совершенно, скажем, не заболевать аллергическими заболеваниями, либо не болеть с ними. Но я думаю, что держать аллергию в узде с неплохим качеством жизни это возможно. Но я не представляю, хочу посмотреть на тех людей, кто с сегодняшнего дня откажется от своей работы, сладкой, хорошей еды, вкусной, хорошей сладкой постели, поэтому, наверное, нам надо будет принимать что-то другое. Еще? Лекарства, люди вызывают препараты, лекарства, а вот косметология, женские кремы, косметика, есть ли случаи? Безусловно. Безусловно. На сегодняшний день это тоже большая часть, большой раздел уже медицины. Это, как правило, и контактные аллергические дерматиты. Косметические средства, вы предпонимаете на сегодняшний день, что они точно так же, как и фармацевтические медицинские препараты, они, как правило, уже на сегодняшний день практически большая часть является частью фармацевтического бизнеса. Поэтому ожидать от того, что достаточно активные крема, достаточно активные лосьоны могут вызывать аллергические реакции, это нужно, и поэтому на сегодняшний день прием любого крема, применение, вернее, любого крема, должно начинаться, конечно же, с так называемой пробы, когда пациент пробует вначале на предплечье, не пациента, а женщина, мужчина, человек пробует у себя на руке контактным методом, будет вызывать аллергические проблемы, данный крем или не будет, лосьон или не будет. Та же ситуация и с шампунями, та же ситуация и с различного рода кремами для тела, поэтому здесь нужно просто быть достаточно осторожным, не покупать, опять же, не сертифицированную продукцию, то есть это практически, если вы покупаете не сертифицированную продукцию, вы точно понимаете, что обратиться вам уже будет некому тогда, предъявить какие-то претензии, а на сегодняшний день, наверное, когда входим в период таких уже юридических отношений, наверное, это будет актуально. Есть еще вопросы? Спасибо.